В 2021 году на территории Тверской области с участием несовершеннолетних было совершено 302 преступления. Это почти на 20% меньше, чем годом ранее. Такие данные озвучивают в региональном управлении МВД. При этом, как отмечают в ведомстве, самыми частыми правонарушениями остаются имущественные преступления и случаи покушения на сбыт наркотических веществ. Подростковая преступность из года в год носит волнообразный характер. Если в течение одного года число правонарушений, совершенных детьми и подростками, достигает одних цифр, то за следующий годичный отрезок количество преступлений может значительно сократиться или увеличиться. И весомых на то причин может и не быть. Так, как рассказывают в региональном управлении МВД, в 2017 году было зафиксировано 359 преступлений, совершенных со стороны несовершеннолетних. В 2018 их было 352. В 2021 год ситуация несколько улучшается. Мы достигаем примерно уровня 2019 года. 302 преступления зафиксировано со стороны несовершеннолетних за 2021 год. При этом, как отмечают сотрудники МВД, самыми частыми правонарушениями остаются имущественные преступления и случаи покушения на сбыт наркотических веществ. И наркопреступления вызывают у правоохранителей особую обеспокоенность. В минувшем году количество таких правонарушений увеличилось с 9 до 12 случаев. По-прежнему в погоне за легкими деньгами подростки начинают делать так называемые закладки. Все подростки хотят жить в хороших условиях, иметь хорошие современные атрибуты, вещи, телефоны. В общем, ходить по кафе, для этого нужны деньги. И через интернет-площадки они выходят на предоставление такой услуги, как осуществление закладок, не задумываясь о том, каким последствиям могут привести. Серьезные денежные вознаграждения, на которые надеются закладчики, могут обернуться серьезными сроками. Как подчеркивают в УМВД, наркосбытчики сегодня могут получить до 12 лет лишения свободы. А вот в отношении участившихся в последнее время публикаций школьных драк, в региональном управлении МВД призывают не драматизировать. Многим памятен случай, когда видео школьной драки в Конаково было выложено на всеобщее обозрение в интернет. Сотрудники МВД досконально изучили этот инцидент. Девочки поддерживали дружеские отношения. Вместе общались, между ними возникает конфликт. Я даже не буду вызывать, ну, просто выдуманный, надуманный конфликт. Такой, ну, для взрослых людей он не имеет... Да, смешон. Вот. Как дети разбираются? Для теперешнего поколения детей очень характерно искаженное понятие взрослого, взрослости. Они себя позиционируют такими взрослыми, понимающими, такими все знающими. Вот так они привлекают к себе внимание. Впрочем, силами лишь сотрудников правоохранительных органов проблему подростковой агрессии, очевидно, не решить. Большая работа должна быть возложена в том числе и на плечи школьных психологов, уверены эксперты. Однако, несмотря на увеличение за последние три года, более чем на 12% численности педагогов-психологов в общеобразовательных организациях, в 2019-2020 учебном году на каждого из специалистов приходилось примерно 619 обучающихся. Для сравнения, в 2016 году 648 учеников. Также в 2019-2020 учебном году возросла нагрузка на соцпедагогов в общеобразовательных организациях, до 892 обучающихся на одного специалиста. И пока эти пропорции не изменятся, говорить о скором решении проблемы подростковой агрессии, уверены специалисты, пока рано.